Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на канале с психологом-нутрициологом Аленой. И сегодня мы продолжаем с вами такую тему, как инсулин, инсулин-резистентность и связанные с этим заболевания. Почему я говорю, что это важно? Потому что именно вот эта история часто связана с хроническим стрессом, с хронической депрессией и с какими-то ситуациями, которые вы не можете сами себе обосновать и вывести, грубо говоря, в хорошем качественном состоянии. Сегодня мы продолжаем про лептин. И почему это важно, знают мои сейчас мальчишки, мальчишкам, которым уже давно за 30, и они у меня в курсе по стрессоустойчивости. Мы с ними работаем над питанием, над состоянием психического здоровья и над тем, как избавляться от лишнего, ненужного стресса. Лептин. Рецепторы лептина, друзья, присутствуют в гипоталамусе, печени, поджелудочной железе у женщин. Это в яичниках, предстательной железе, почках, надпочечниках. И таким образом, фишка здесь заключается в том, что если у вас неправильно работает кортизол, сбиваются систематические давления, из-за избытка сахарозы, фруктозы, голодания, хронического стресса нарушается детокс. Жировой гипотоз печени тоже, сюда же проблемы с суставами, сюда же проблемы с сидением, сюда же люди, которые не качают, грубо говоря, свои ягодичные мышцы, предварительно старят свой мозг. Почему я так говорю? Потому что кровообращение в лимфе должно идти, хоть какое, какое вы можете для себя обозначить, обустроить. И еще одна глобальная вещь, это работа над дефицитами, тоже немаловажный эффект. Почему я это говорю? Потому что не все иногда мы можем усвоить из еды, не все мы можем принять, не всегда у нас ЖКТ сработал. Что бы я рекомендовала из биологически активных добавок, это Life Extential и вот Манго Эрвинджа. Это то, что я еще бы включила. Здоровая печень, здоровый организм. И один из самых главных пунктов снижения лептина, это нормальный детокс, друзья, печени. О детоксе печени я сниму вам обязательно отдельное видео. Не важно, вы там корневор, вы там, не знаю, кто вы вообще по своему типу питания, типу телосложения. Но если вы позаботитесь о своей печени, она будет выполнять свою функцию, то, грубо говоря, ваше здоровье будет более-менее скомпенсировано. Далее, я бы с вами еще взяла такую штуку, как грелин. Грелин, гормон голода, отвечает за ясность вашего ума и не только. Он может быть где-то на пике через 4 часа после последнего приема пищи. Человеку, который постоянно что-то жует и к которому постоянно поступает еда, особенно углеводная, то он нарушает эту физиологическую функцию. Также грелин влияет на кровяное давление, уровень сахара, обмен инсулина, эффективность работы сердца и многие другие физиологические показатели. Возможно, этот сигнал голода готовит организм к более активным поискам пищи. Поэтому, друзья, обращаем внимание жестко на эту историю. Непосредственно перед приемом пищи уровень грелина обычно возрастает и возникает чувство голода. Очень важно есть именно тогда, когда вы чувствуете голод. Не ешьте, если вы не голодны, не ешьте, если вы в стрессе. Есть хитрости, при помощи которых можно влиять на эту историю. И здесь я вам предлагаю жестко отказаться от обработанных продуктов, содержащих белую муку, так как из-за этого грелин начинает прыгать. Во время их употребления вы, бывает, не можете себя контролировать. Ешьте кедровые орехи, ешьте, не знаю, там, все, что с омега-3. И работайте над полезными жирами. Полезные жиры я рекомендую в своих протоколах, которые я использую для людей с тревожными расстройствами, с депрессивными расстройствами, потому что это супер важно. Я как практик, я уже говорила, да, 10 лет, 9 лет работы с психосоматикой, клинический психолог, я переучивалась долго, потому что понимала, что не все, не психология единой. И вот, что еще я рекомендую при грелине, сбитом и лептине, сократить потребление фруктозы. Это реально важно. У вас могут оставаться фрукты какие-то, но она, чтобы вы знали, фруктоза препятствует выработке гормона насыщения лептина и способствует повышению уровня грелина. Поэтому, если у вас вот эта вот ерунда остается с вами, вам необходимо немножко расслабляться. При таком раскладе риск употребления большего калорий, количества, чем вам нужно, возрастает. Если это ваша тема, пожалуйста, поставьте плюс в комментариях. И сегодня вечерний эфир, как опуздать свои углеводные качели. Приходите, мы работаем вместе с нутрициологом. Я как психолог, нутрициолог и как еще диетолог будет у нас в команде. Инсулин. Частые углеводные перекусы сильно также работают на вас. Что еще я вам забыла сказать? Я вам забыла сказать, что для того, чтобы сбалансировать свою историю, необходимо, во-первых, регулярное питание, три приема пищи, избегание еды, напитков, сахара, употреблять белок в каждый прием пищи, если проблемы с грелином, избегать недоедания и переедания. И дефицит, и профицит 10-15, еще нормально, остальное уже все убрать. Про инсулин. Инсулин бывает и на стрессе, друзья, и не обязательно это только инсулин-резистентность. Как себе вообще помочь? Мне всегда интересно было, как человеку себе помочь. Мне хочется именно давать информацию, не просто говорить обо всем, а давать человеку возможность понимать, что из чего. Убрать частые углеводные перекусы – это важно, супер важно для того, чтобы нормализовать инсулин. Но нельзя сидеть на каких-то только ограничительных диетах, потому что организму нужны разные полезные вещества. И я про себя говорю, что для меня важно, например, получать хром не из таблетки, а из еды. Я могу съесть банан или еще что-то такое. Поэтому это все важно. Клетчатка супер важна, но смотреть по себе уровень кишечника у всех разный. И по-разному он работает у всех. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. И это тоже важно. Женщины, мои любимые, которые ко мне приходят с психосоматикой и говорят о запорах, поносах, не всегда это психология единая. Друзья, иногда это связь действительно вашей системы. Чего-то не хватило, что-то не отстроили, не достроили. Поэтому, друзья, вот так и происходит. А мы с вами здесь в прямых эфирах все достраиваем, перестраиваем и налаживаем все ваши системы. Так, что еще я вам не сказала? А, Лена вам сегодня не сказала про... Мы сегодня с вами поговорили про дрелин, про лептин и немного затронули инсулин. Подытожу. Все эти гормоны связаны. И что супер важно сбалансировать их работу. Сможете сделать, победите. Не сможете, приходите, будем вместе работать. С вами Алена.